Выращиванием рассады в последнее время занимаются многие владельцы приусадебных участков. Все дело в том, что покупка большого количества кустов на рынке обходится в немалую сумму. При этом вы никак не застрахуете себя от приобретения пересортицы. Однако прорастить семена и получить крепкие и здоровые саженцы – дело не такое уж и простое, как может показаться на первый взгляд. Молодым росткам необходимо создать оптимальные условия для их правильного развития, а именно температуру, полив и освещение. А еще важно не забывать о регулярном внесении подкормок. В нашем сегодняшнем видео мы расскажем вам об использовании суперфосфата при выращивании рассады. Название этого удобрения может выводить в заблуждение. На самом деле в его составе содержится не только фосфор. В простом суперфосфате есть также такие вещества, как карбонат кальция, гипс, азот и магний, а в двойном – серый азот. Тем не менее, в последнем фосфора в несколько раз больше. Этот препарат улучшает метаболизм и фотосинтез, способствует образованию корневой системы, ускоряет цветение, укрепляет защитные силы растения, повышает устойчивость к изменяющимся условиям окружающей среды, придает плодам более яркую окраску и положительно влияет на их вкус. Лучше всего использовать суперфосфат для рассады при подготовке грунта. Для этого две чайные ложки препарата размешивают в одном килограмме земли, так, чтобы он равномерно распределился. После высадки в такую почвосмесь ваша рассада станет крепкой и начнет быстро развиваться. Однако это удобрение нельзя применять вместе с кальцисодержащими препаратами, а также азотными и калийными подкормками и перегноем.